Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на городском телеканале ЮТВ, где наши корреспонденты рассказывают о событиях, происходящих в Оренбурге области, а эксперты дают им оценку. Меня зовут Алексей Чернов, сегодня в выпуске. Под Оренбургом ликвидируют последствия аварии с участием нефтевоза. В ходе ДТП произошла утечка примерно 10 тонн нефтепродукта. Жители Чебеньков требуют отставки главы села. Одиночные пикеты прошли в нескольких районах Оренбуржья. В регионе началась массовая вакцинация от коронавируса. За первые три часа работы колл-центра на прививку записались около полутора тысяч человек. Об этих и других новостях далее в выпуске. После аварии с нефтевозом около поселка имени Ленина в Оренбурге зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в три раза. Такие данные привозят региональные Минприроды. На месте ДТП побывала наша съемочная группа. Авария произошла в районе Заречья 17 января около 10 часов утра, в результате которой разлилось 10 тонн нефтесодержащей жидкости на почву площадью 100 квадратных метров. Специфика таких перевозок в том, что жидкость транспортируется чуть нагретая, из-за чего нефтепродукт быстро растопил снег и промерзшую почву, нанеся земле непоправимый экологический ущерб. Автомобиль, который попал в дорожное транспортное происшествие, был поднят на колеса, поставлен на автодорогу и самостоятельно область места происшествия. Грунт, который был загрязнен специалистами ООО «Научное и инновационное предприятие технология», ориентировочно в размере 400 кубов, был вывезен на пронплощадку и там утилизирован. В настоящее время на месте ДТП проводится засыпка сложившегося котлована чистым грунтом. Выровнять территорию в МЧС пообещали до 8 часов вечера 18 января. На месте происшествия работали 30 человек и 12 единиц техники. Все расходы по утилизации взяла на себя компания Solid Oil, которой и принадлежит грузовой автомобиль MAN. Отметим, водитель после приезда служб был госпитализирован с травмами. Нефтяной груз перевозили из села Ташла Оренбургского района в город Салават-Башкирии по этой самой трассе. По информации МВД водитель не справился с управлением, из-за чего слетел в кювет. Однако прокуратура организовывает проверку в том числе и состояние дорожного полотна. И после выяснения всех обстоятельств будут определены виновные лица. При надзорном сопровождении прокуратуры будут проведены все необходимые заборы проб, рекультивационные мероприятия, проведена оценка ущерба причиненного экологии. Также прокуратура проконтролирует обеспечение защиты близлежащих населенных пунктов. Также в МЧС сообщили, что жителям поселка имени Ленина попадание нефтепродуктом в водные объекты не угрожает. А ближайшая река Сакмара находится в трех километрах от места разлива. Жители Переволодского пожаловались на резкий запах газа. В экологическую службу поступило не менее 10 звонков. Министр Александр Самбурский не исключает возможность, что тема была раздута. Напомним, что ранее жители поселка обращались к министру природных ресурсов региона Александру Самбурскому, но ситуация не изменилась. Жители райцентра даже предлагали чиновнику самому с недельку пожить в поселке. В этот раз корреспондент Урал56 министр экологии сообщил, что лаборатория не обнаружила превышения ПДК вредных веществ. Не зафиксировал нарушений стационарный пост. При этом Самбурский не исключил, что тема могла быть раздута жителями, так как жалобы поступают от одних и тех же людей. В Оренбурге еще один потребительский кооператив задолжал пенсионерам. Речь идет об организации рента на паях, сумма долга которой составляет около 26 миллионов рублей. В течение полутора часов руководители компании проводили собрания с горожанами, куда намеренно не пускали журналистов. Как кооператив будет выплачивать долги, выяснили наши корреспонденты. Около 30 минут дверь потребительского кооператива рента на паях закрыта. Сотрудники не впускают внутрь прессу. Однако вкладчики покидать помещение и не пытаются. За стеклянной дверью видно, как горожане выясняют отношения с руководством организации. Тем не менее, даже с закрытой дверью кооператив продолжал работать. Сотрудники выходили через черный вход и передавали документы подходящим к организации людям. А затем в спешке убегали от корреспондентов. Объясните, что у вас происходит, пожалуйста. Расмотрев надзор, просто сейчас может приехать к вам. Хорошо. Как нам удалось выяснить на месте, всем вкладчикам, а их 108 человек, пришли письма приглашений на собрание 18 января в 10 часов утра. Как говорят очевидцы, рента на паях Оренбургская организация, функционирующая с августа 2018 года. На вывеске указана заманчивая прибыль 14% годовых. С пайщиками корреспондентам пришлось общаться по телефону. Чуть не дерутся. Начальник вот так закрыл дверь и все. На ключ и не дают. Сколько у вас там человек? Человек 40, наверное, 30. Они не выдают деньги, не отдают. Уже год-полтора не отдают деньги. Вообще никому пайщикам. А сколько вы вложили? Что? Примерно в 11.30 двери кооператива открылись и нам удалось пообщаться с кладчиками и представителями компании. Как оказалось, у кооператива есть дочерняя компания ООО «Куб», которая содержит хостел. Основные жители помещения – студенты из медуниверситета, приехавшие из Индии, рассказали нам представители организации. За счет аренды кооператив и выплачивал проценты пайщикам. Они проживают ежемесячно, но сейчас в связи с пандемией, даже не сейчас, а еще с апреля месяца, началась вот эта катавасия. Они уехали туда, назад вернуться не могут. И плюс еще дистанционное обучение почти всем назначили. То есть у нас сейчас хостел не загружен. Хостел «Куб», Ивановский 5, диспансерный здесь там двойной адрес. Хорошее здание новое. Вот оно внутри у нас. Но пайщики сообщили, что выплачивать деньги перестали намного раньше, чем началась пандемия. Второй год. Первый год выплатили? Нет. Просто я не думала, что так будет. Я думала, это с процентами на второй год. Ни прокуратура, ни следственный комитет, ни два суда, ни Ленинский суд города Оренбурга, ни мировой суд. Ничего не дают. Или у него крыша такая, или что? Ну и что толку? Суд прошел. Что да, он жулик, он должен выплатить. И все на этом. Как вы думаете, организация мошенническая или такое положение из-за пандемии, из-за каких-то других факторов? Почему? Ну, если уже полтора года не выплачивают, я считаю, что мошенническая. Прибыли нет. Сколько выбывают. В июле месяце как-то надо бы мне переоформить. Они мне проценты выплатили. Учредитель этой компании Шаров Павел Васильевич. На сайте зачестный бизнес.ру с этим именем выдает физическое лицо, которое является руководителем трех обществ и двух кооперативов и учредителем десяти организаций. Лишь одна компания в этом списке находится в действующем статусе. Все остальные либо ликвидированы, либо на стадии ликвидации. По итогу закрытого собрания кооператив предложил пайщикам продать хостел. Его цена 26 миллионов. Руководство и не сомневается, что через месяц и здание, и землю продать удастся. И компания рассчитается со своими вкладчиками. Мы будем следить за развитием событий. Валерия Шарова, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ. Жители Оренбургской области вышли на одиночные пикеты к Дому советов. Они требуют отставки главы Чебеньковского сельсовета Сергея Полозова. По каким причинам, выяснял Александр Кацун. В Оренбургской области прошло несколько протестных акций. В том числе в Бузулуке, Новосергеевке, Домбаровке, Шерлуке, Абдулино и в областном центре возле Дома советов. Люди, вышедшие на одиночные пикеты, требовали отправить главу Чебеньковского сельсовета Сергея Полозова в отставку. Напомню, 28 декабря он напал на активисты КПРФ Салавата Кужиева. Все жалобы есть у Паслера, есть прокуратура писали, следственный комитет. И вот именно бездействие высшестоящего руководства уже в полном беспределу. Коммунисты решили выйти поддержать как раз таки эту акцию. Сейчас в крупных городах до пикета. Не, я думаю. Эффект все-таки мы получим положительный. Пострадавший сторонник КПРФ написал заявление в полицию, рассчитывая на правосудие. Однако пока что только ведется расследование. Александр Кацум, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. С 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Уже сейчас оренбуржцы записываются через колл-центр и получают прививку. Однако многие сомневаются в российском препарате. Почему горожане не хотят вакцинироваться и как привиться желающим, узнала Анастасия Клесова. Зам главного врача по акушерской помощи областной клинической больницы номер 2 Игорь Векер привился от коронавируса во вторую волну. Второй этап вакцинации прошел для него в январе. По словам врача, негативных последствий у него не было, а легкое недомогание даже не помешало работе. Вопрос, прививаться или нет, перед Игорем Векером не стоял, так как он сезонно получает вакцины от гриппа и пневмонии. Пока заместитель главврача не сдавал тест, чтобы узнать, появился ли у него иммунитет к вирусу. Коллеги, которые у нас прививались, они проверяли спустя уже несколько месяцев, мы имеем опыт, поствакцинальный так называемый иммунитет и обнаружили, что тетр антител идет очень высокий, даже выше по сравнению с теми, кто переболел инфекцией. Есть сведения о том, что поствакцинальный иммунитет более высокий уровень дает антител и держится более продолжительное время, чем иммунитет, который возникает после перенесенного заболевания. По данным врачей, антитела к коронавирусу начинают вырабатываться в течение двух недель после прививки, поэтому сдать тест можно через месяц после введения препарата. Зам главного врача областной клинической больницы номер 2 советует всем оренбуржцам привиться от COVID-19, так как это поможет либо не заболеть совсем, либо перенести болезнь в легкой форме. Оренбуржцы все еще сомневаются в российской вакцине от коронавируса. По данным нашего опроса в социальных сетях, 80% респондентов не готовы делать прививку. 127 человек ответили, что боятся негативных последствий для здоровья. 42 оренбуржцы считают препарат спутник ВИ неэффективным. Я слышала, что эта вакцина пока единственная в России. Выбирать не из чего. Нет, не планирую. Не хочу и все. Конечно, чтобы не болеть. Не хочу. Боюсь неэффективности. Ни в коем случае. Сейчас будем как подопытными кроликами. Над нами делают эксперимент. Нет, я биолог. Я знаю, что это такое. Что за прививку какую создали? Обязательно. Иммунитет уже снижен? Не боюсь. Пока не планирую. Боюсь последствий. У меня иммунитет очень слабый. Потому что если будет необходимость, то, конечно, буду. Перед вакцинацией лучше сдать тест на антитела к коронавирусу. Стоимость варьируется от 900 до 1500 рублей в разных лабораториях. Отметим, что среди противопоказаний к прививке – беременность. В региональном Минздраве сообщили, что желание вакцинироваться выразили около 1500 оренбуржцев. С 18 января на территории Оренбургской области началась запись на вакцинацию от COVID-19 по номеру 122. На базе к БУСМЯЦ организован единый колл-центр по приему заявок. Звонки принимаются ежедневно в будни с 8 утра до 8 вечера. Вакцинировались от коронавируса уже около 3000 оренбуржцев. Записаться на прививку можно по единому номеру 122. В течение суток сотрудники колл-центра должны будут передать информацию в поликлинику. Один флакон препарата предназначен для пятерых человек, поэтому будут формироваться группы для получения прививки. Отметим, что в статистику заболевших коронавирусом добавились 172 человека. Также за сутки зарегистрировано 5 летальных случаев. Всего в регионе 416 умерших. Анастасия Клёсова, Артём Букреев, городской телеканал ЮТВ. Законность назначения Натальи Ибрагимовой на должность министра архитектуры проверит прокуратура. Соответствующую просьбу в надзорное ведомство направил телеграм-блогер Андрей Лысенко. Блогера смутило, что после назначения Натальи Ибрагимовой не появилось соответствующих сведений в УФНС и Егрюл. В СМИ отмечают, что после появления и подтверждения информации о кадровом решении губернатора, соответствующего приказа не появилось и на сайте областного правительства. Также блогера смутил стремительный карьерный рост чиновницы. В правительство она пришла сразу на руководящую должность и спустя год назначена главой министерства. Экс-депутат Госдумы Максим Щепинов также считает, что назначение Натальи Ибрагимовой и запуск министерства в целом проводятся наспех. По его мнению, связано это с перераспределением финансовых потоков. Подробнее в рубрике «Экспертное мнение». Я боюсь ошибаться. Мне кажется, здесь вся история связана в первую очередь с перераспределением финансовых потоков от города в область. Почему я так думаю? Вот мы видим там первые решения и первые комментарии, в том числе нового министра по поводу, например, строительства так называемого 20 микрорайона, 20А. И мы видим, что сейчас принимается решение, по сути дела, в конце года, в последние дни объявляется это извещение о проведении торгов на этот земельный участок. Я так понимаю, к этому извещению огромное количество вопросов. Мы прекрасно понимаем, что там не будет никакой конкуренции, абсолютно. То есть это все отдадут одному единственному застройщику, который будет строить. Это первый момент. Теперь второй момент. В этом документе, в этом извещении, где там социальная инфраструктура в том числе? Где там строительство детских садов? Где там строительство школы? Общественный и политический деятель Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию и сразу же был задержан. Как к этому отнеслись россияне и следят ли за жизнью главы фонда борьбы с коррупцией оренбуржцы? Узнаете в следующем материале. Пять месяцев Алексей Навальный реабилитировался в больнице Германии. В минувшее воскресенье он прилетел в Россию. Встречать Алексея Навального пришло около двух тысяч активистов, но кроме них в аэропорту Внукова оппозиционного лидера ждали усиленные наряды полиции и автозаки. Сторонники так и не дождались Алексея Навального. Рейс авиакомпании «Победа» приземлился в другом аэропорту – Шереметьево, после чего оппозиционера сразу задержали. Позже выяснилось, что политик находится в отделе полиции в Химках. В ФБК не исключали, что Алексея Навального по возвращению в Россию могут задержать. Об этом ранее сообщали в СИН. Со слов сотрудников службы, Алексей Навальный нарушил требования исполнения условного наказания по делу и в Роше. В конце прошлого года ФСИН объявила Навального в федеральный розыск и потребовала суд заменить условный срок на реальный. Уже 29 января должно состояться заседание по данному делу. ФСИН обвиняет Навального в том, что он систематически уклонялся от контроля инспекции. Согласно условиям, каждый месяц он должен был в ней отмечаться. В федеральной службе зачли, что Навальный лежал в больнице. Сотрудники считают, что он был здоров уже в сентябре. И неявка политика считается незаконной. Пресс-секретарь президента в день задержания Навального проводил свой последний день отпуска и не смог прокомментировать происшествие в аэропорту. Ну, конечно, одобряю. Почему? Потому что правильные цели у него. Ну, хоть что-то пытайся сделать. Да. В плане изобличения, так скажем, не совсем добросовестного ведения политической жизни некоторых товарищей, работающих в Госдуме, в принципе, я одобряю эту деятельность. Может, где-то говорить правду. Поэтому я имею в виду, что в России должно, в принципе, само собой, чтобы люди могли сказать свое слово, не бояться, что их закроют или еще что-то. Что он сделал такого-то? Я верю, что его отравили. Почему? Отравили, да. А вот Путин или нет, это уже точно не знаю. Это может идти фикция быть. И может быть специальная против Путина. И кто угодно вообще мог его просто рвануть. Ну, я думаю, что кому-то надо было его отравить. Наверное, я бы склонялась к тому, что это отравление. Большинство респондентов следят за новостями, связанными с Алексеем Навальным, и знают о его возвращении. Об этом говорят результаты нашего опроса среди оримбуржцев в социальных сетях. Большинство одобряют деятельность политического и общественного деятеля в России. 49% опрошенных не испытывают интереса к политической фигуре. Считают, что Алексей Навального действительно отравили 57%. Остальные так не думают. На задержание Алексея Навального отреагировали его сторонники в Европе и США. Министр иностранных дел Германии заявил, что Алексея Навального необходимо немедленно освободить. Ведь он сознательно прилетел в Россию. И факт его задержания абсолютно непонятен. Ванесса Петерс, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ. Прокуратура проводит проверку по поводу вывоза снега в несанкционированные места. В СМИ появилась информация о том, что грязный снег с городских улиц сваливают в пойму Урала за ЖК Дубки. Дело взял на контроль прокурор Оренбургской области Руслан Медведев. Провести проверку поручили прокурору областного центра совместно с природоохранным межрайонным прокурором. Ведомства должны дать оценку позиций органов власти и проверить, попадут ли реагенты в воду Урала в весеннее время. Отмечу, что в администрации заверили, что подрядчики и муниципальные предприятия вывозят снег с улиц Оренбурга на специальные полигоны. Жители Оренбурга, Орска и Медногорска получили квитанции с подозрительно маленькими суммами за тепло. В энергосбыте пояснили, что дело в корректировке платы. Подробнее в материале. В Оренбурге, Медногорске и Орске завершился переход на оплату отопления по системе 1,7. Напомню, до 1 октября 2020 года горожане получали платежи по системе 1,12, но уже в ноябре в счетах были изменения. В декабрьских квитанциях жители увидели перерасчет, который привел в соответствие две системы оплаты. В энергосбыт плюс отметили, это последняя масштабная корректировка за тепло. 5777 домов в этих трех городах жители получили корректировочные счета. 328 домов мы не успели посчитать. Эти счета они получат в феврале за январь. Общая сумма корректировки составила в минус 1,4 млрд рублей. Есть дома, которые ушли в 2,5 рубля за квадратный метр в минус. И есть дома, которые ушли в 238 рублей минус за квадратный метр. Из 5777 домов возврат средств за отопление ждет 5747 собственников. Лишь у 30 корректировка ушла в плюс. Как сообщил директор Оренбургского филиала «Энергосбыт плюс», это связано с заниженным базовым нормативом. Сергей Решетила также напомнил, что в период пандемии оплатить коммунальные услуги можно, не выходя из дома. В квитанциях можно найти QR-коды на онлайн-сервисы и мобильное приложение компании, с помощью которых можно не только оплачивать счета, но и передавать показания и задавать вопросы. Анастасия Клесова, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru. Если у вас возникли вопросы или вы хотите поделиться своими новостями, звоните по номеру телефона 430045. С вами был Алексей Чернов. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok